Ну что же, привет всем гостям и подписчикам канала Elephant Cinema. Вы смотрите шоу «Смотреть онлайн» и, конечно же, мы поговорим о кино. О кино на этой неделе вышло очень много, но с вами мы поговорим о двух картинах. Это спортивная драма «Левша» и фантастический триллер «Вне себя». Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, синопсис фильма, впрочем, как и его трейлер, не вызывает никакого отторжения, а даже наоборот, вызывает желание посмотреть этот фильм. Да и к тому же, философские мысли о бессмертии человека, переселение разума в другое тело, всегда будоражат ум человека. В общем, шли мы на этот фильм с некоторым предвкушением. К тому же, Тарсом Сингх давно зарекомендовал себя как режиссер с очень необычным визуальным стилем, способный вытянуть даже самый слабый сценарий своим ярким художественным видением. Достаточно вспомнить хотя бы «Войну богов», не говоря уже о ранних фильмах и видеоклипах. Но «Вне себя» будто поставил совсем другой человек. Фильм оказался не просто плох, ему смело можно ставить ярлык второсортный. Бесконечные статичные планы, не свойственные ни синху, ни фильмам в жанре фантастика, только добавляют унылости действию. «Вне себя» снят настолько примитивно, что при просмотре не покидая чувства, что на экране дешевенький кинчик с канала ТВ3. Кинчик, в котором почему-то снялся Бен Кингсли. Не, ну а чему удивляться? Бен Кингсли хоть и хороший актер, но в последнее время его заносят в какие-то сомнительные проекты. Впрочем, насладиться игрой оскароносного сэра Бена Кингсли вам не удастся в полной мере. Уж очень мало у него экранного времени. Действительно, согласно сюжету, его разум практически сразу перекочевывает в тело молодого Райана Рейнольдса. А вот о будущем Дэдпуле давайте поговорим чуточку подробнее. Рейнольдсу было доверено сыграть того же самого персонажа, что играл Бен Кингсли несколько минут ранее. Того же самого, то есть 70-летнего умирающего от рака бизнесмена, утерявшего последние связи с единственной дочерью, и готового было уйти на покой тихо и умиротворенно. Но Райану с трудом удается сыграть хотя бы самого себя. Нет, вы не подумайте. Он очень старался, скоро нащурил глазки и отлично дрался. Но передать хоть частичку харизмы того персонажа из начала фильма ему не удалось. Возможно, винить нужно не Рейнольдса, а директора по кастингу, например, или самого создателя, режиссера Тарса Массинха. Но в любом случае мы видим то, что видим. Райан Рейнольдс очень плохо справился с ролью, и за эту фильму очень жирный минус. Очень жирный. Жирный минус. Как ты, бро, жирный. Но давайте вернемся к деталям фильма. Раскрывать подробности сюжета нет никакого смысла. Все самое интересное вы уже увидели в трейлере. Но вы не заметили, что суперсекретная лаборатория, например, состоит из двух старых томографов и полиэтиленовых стен. Вы не слышали диалогов, уровень которых порой ниже, чем в компьютерных играх. Вы вряд ли догадывались, что гениальную машину по перекачке разума можно обмануть, зажав в зубах что-нибудь металлическое. И таких деталей, добавляющих второсортности фильму, действительно очень и очень много. Да, бюджет новой картины Тарсом и Синха не очень большой по голливудским меркам. Но, к примеру, такие хорошие фантастические фильмы, как «Область тьмы», «Хроника», «Эпилибриум», сняты за еще меньшие деньги. Да, если честно, как-то неловко относить «Вне себя» к фантастическому дриллеру. Это боевик, чистой воды. Ну, сами посудите, рукопашные бои есть. Погони на машинах без подушек безопасности есть. Да даже пулеметом они пользовались в закрытой комнате и прожигали пуль, непробиваемое стекло. В общем, после просмотра этого фильма мы с Андреем были... ...вне себя. В общем, пришло время подвести итог и оценить этот кинчик. А поможет нам в этом... Новая система оценки фильмов. Долин! Так уж получилось, что наша единица измерения крутости фильма является Долин. Для тех, кто не знает, Антон Долин – это успешный российский кинокритик, которого мы очень уважаем. Ну что ж, фильм «Вне себя». Давай ты будешь первой. Оценивай первой. Даю тебе такую честь. Хорошо, хорошо. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Ну что ж, я даю этому фильму... ...два долина. Два жалких долина этому фильму. Я могу аргументировать. Ну, во-первых, мне не хватило внятной актерской игры. Во-вторых, мне не хватило интересных каких-то сюжетных переломов, ходов по истории. В-третьих, очень слабое визуал и техническое исполнение. В совокупности, два долина. Ну, в принципе, ты все сказал, все, что хотел сказать я. Ну, отмечу, что Райан Рейнлиц, несмотря на то, что он сыграл довольно-таки плохо, он все-таки очень старался. Из-за его старания я дам фильму три долина. Три из пяти долина. Несмотря на все сюжетные ляпы, несмотря на то, что главный герой может загуглить все, что угодно, включая свои флешбеки и попасть в эти флешбеки посредством гугла, найти там адрес. Все это он может. Он может создать таблетки, усмиряющие разум, из пяти компонентов сам дома. Несмотря на все это, фильм, возможно, кому-то понравится. Но вот я, лично я дам ему три долина и посоветую Дарсому Синку все-таки вернуться к истокам и снимать хорошие фильмы. В итоге, вне себя, по версии смотреть онлайн, получать средний балл два с половиной из пяти. Неплохо. Неплохо. Для вне себя. Для вне себя. Фильм «Левша» рассказывает нам историю Билли Хоупа, агрессивного, но очень обаятельного боксера, несокрушимого чемпиона и любимца публики. У него шикарный дом, куча друзей, миллионы и контракты, а самое главное – любимая жена и дочь. Но в результате трагических событий Билл теряет все, чем дорожил. Однако не сдается и начинает все с нуля. Да, сюжет фильма неумолимо предсказуемый, под завязку забит избитыми штампами, постоянно отсылая нас то к «Малышке на миллион», то к «Роке» и, собственно, к другим фильмам про бокс. Ну а если вы не смотрели трейлер, то не делайте этого, потому как смотреть фильм будет чуточку интереснее. Чуточку? Чуточку. Насколько чуть-чуточку? Ну, вот так вот или вот так. Штампованность сюжета о взлете и падении спортсмена подкрепляется изрядным количеством клишированных деталей. Тут есть и наглый боксер-антагонист, публично оскорбляющий семью героя. А его свита больше похожа на гангстеров, чем на представителей профессионального спорта. Новый тренер Билли Хоупа, конечно же, присматривает за беспризорниками и любит пропустить пару стаканчиков в местном баре. Не говоря уже о том, что Хоуп после падения устраивается работать уборщиком. Но, несмотря на всю избитый сюжет, фильм смотрится на одном дыхании. Режиссер картины Антуан Фукуа работает в привычном для себя ключе. Настоящее кино для настоящих мужиков. Но в этот раз он оставил за своей спиной излюбленные истории про хороших, плохих или бывших копов и сделал ставку на бокс. И знаете, не проиграл. Конечно, фильм не претендует на звание шедевра, даже среди фильмографии самого режиссера. Ведь лучше тренировочного дня Фукуа пока ничего не снял. Но в совокупности с интересной операторской работой Маура Фьори, у которого ни много ни мало есть в копилке «Оскар» за «Аватара», Фукуа наполняет фильм магнетической, темной атмосферой криминального мира спорта. А вообще, если судить объективно, «Левша» держится за счет блистательного актерского ансамбля, которым правит неповторимый Джейк Джилленхол. Джейк за последние годы заметно вырос как актер, выдав ряд шикарных работ подряд «Патруль», «Пленницы», «Стрингер». Джилленхол в очередной раз добавил себе плюсиков в карму, заставив нас пустить скупую мужскую слезу. К тому же актер не боится перевоплощаться. Изрядно похудев для предыдущей роли, Джейк за полгода набрал почти 20 килограмм веса, 7 из которых мышечная масса. Ну и отдельное стоит сказать про Оону Лоренс в роли дочери Хоупа. Особенно заметен талант юной актрисы в драматических сценах. И вот при просмотре фильма «Левша» невольно закрался в голову вопрос. Ну вот почему? Почему голливудские дети играют значительно лучше, чем наши соотечественники? А я тебе отвечу на этот вопрос. Дело в том, что в Голливуде совершенно иная система подготовки к фильмам. Если говорить о кастинге, то на детские роли пробуются около тысячи детей. А у нас в России что? Папа, мой мир уже никогда не будет прежним. Пару слов о саундтреке. Изначально главную роль в «Левше» должен был исполнить Эминем, а история должна была стать продолжением «Восьмой мили». Но проект так долго готовился, что этим планам не суждено было сбыться. И Эминем выступил только в качестве саунд-продюсера. Честно говоря, от этого фильм даже выиграл. Мы одновременно получили заявку на оскаровскую номинацию для Джилленхола и зубодробительный саундтрек. Ну что ж, фильм «Левша» режиссера Антона Фукуа у нас сегодня на оценке. Андрей? Лично я вообще не разбираюсь в боксе абсолютно. Я не люблю его смотреть. Я не знаю, как должны двигаться боксеры на ринге. Но, но, почитав интервью Оскара Далахои, обладателя всех этих широких повесов в боксе, я узнал, что он, он в принципе не против того, как были поставлены бои. Он не против физической и эмоциональной подготовки Джейка Джилленхола. Ему все понравилось. Поэтому лично у меня нет никаких претензий к постановке боев, что очень немаловажно в боксерской драме. Фильм понравится не только обычному зрителю, но и любителям бокса, я думаю. Несмотря на все минусы, о которых мы рассказали выше, я все-таки поставлю 4 доля на фильму «Левша». Джилленхол, ты большой красавчик. Ты вытянул этот фильм. Молодец, Джилленхол. 4 доля на 4 доля у Андрея. Но я, наверное, не буду оригинальным, поэтому у меня такая же оценка аналогичная. 4 доля на. Почему 4, а не 5? Дело в том, что есть гораздо лучше фильмы, которые были сняты ранее, такие как «Бешеный бык», «Малышка на миллион», «Воин» с Тоном Харди. Боец. Боец, да. Поэтому в «Левше» нет ничего нового, и он просто снят стандартно. Поэтому 4 доля на, но скажу, что меня подкупило, это хорошая сцепка, хороший актерский дуэт «Джилленхол» и «Вайтаггер». Действительно, очень здорово тащили весь фильм. Поэтому 4 доля на. Ну и в среднем 4 из 5. Фильм «Левша». Отличная оценка. Обязательно сходите на фильм «Левша» в кинотеатры. Обязательно. Ну и напоследок новость из мира кино. Речь пойдет о Сарике Андреасяне. На днях в сети появилась информация о том, что последний фильм, ставшего для России уже культового режиссера, в американском прокате заработал 254 доллара. Это фильм «Ограбление по-американски». Но фанаты Сарика, ликуйте, это все ложь. На самом деле фильм в североамериканском прокате заработал аж 5800 долларов при бюджете в 10 миллионов. Но шутки шутками, 5800 долларов – это почти 360 тысяч рублей. Вот лично я не сразу бы понял, на что потратить такие деньги. Поэтому мы провели небольшой экскурс в мир товаров и решили помочь Сарику потратить 5800 долларов. Итак, наши позиции. Лот номер один. Это может быть автомобиль. Пусть и в минимальной комплектации, пусть и на механике. Но это Датсан. Иномарка, извините. Немаловажно. Сарик может купить домой домашнее животное. Милого котенка-леопарда. Это же очень миленько. Очень милый, я считаю. Ну или, к примеру, он может взять и купить 6 айфонов, 6 плюс разных цветов. Всем родственникам на выбор. Размер имеет значение, почему нет? Конечно. Либо купить килограмм шафрана. И готовить всю свою жизнь. Все с шафраном. Это же будет очень вкусно. Шафрановые недели. Шафрановые фильмы. Все с шафраном можно делать. В общем, если у вас есть свои предположения по поводу того, как потратить 5800 долларов в Сарику, обязательно оставляйте их в комментариях. Мы с вами это обсудим. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ставьте обязательно лайки к видео. Ставьте свечки за свое благополучие и здоровье. И любите жизнь такой, какая она есть. Любите кино. С вами были Смотреть Онлайн. Увидимся через неделю. Пока. Пока. Пока.